Подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населённый пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило 6 километров. Уничтожено до 60 украинских националистов, 2 танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения. Подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населённого пункта Житловка, продвинулись вперёд на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населённого пункта Кременная. Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючая в населённых пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе. В течение ночи оперативно-тактической беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них 4 командных пункта, 1 зенитно-ракетный комплекс С-300 в южне населённого пункта Изюм и 1 БУКМ-1 в районе Курахова, 2 реактивные системы залпового огня, 1 склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 2 склада горюче-смажечных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники. Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных и питательных аппаратов в районах населённых пунктов Балаклея, Верхнеторецкая, Докучаевск, Королёвка, Павловка, Чернигов, Щёрз, в том числе один Барактар ТБ-2 в районе Безымянное. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолёта и 77 вертолётов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.